МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу события недели. Меня зовут Ангелина Яхонтова. Здравствуйте. В ушедшие 7 дней я и мои коллеги внимательно следили за тем, чем жили куряне. В ближайшие полчаса поговорим о самых важных и актуальных событиях этой недели. Коротко о главном. Долго, но необходимо. Не проводя такие масштабные работы, мы просто под угрозу ставим все теплоосновжение центральной части города Курска. Роман Старовойт призвал автомобилистов с пониманием отнестись к реконструкции теплосетей на улице Ленина. В Курской области готовятся к всплеску заболеваемости коронавирусом. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы подготовиться к возможному подъему, к возможной новой волне коронавирусной инфекции. Курянам настоятельно советуют вовремя вакцинироваться, чтобы избежать осложнений. Никто не забыт, ничто не забыто. 79 лет назад только выстоять в ужесточенных боях и обломав зубы фашистам в полырях и здесь, на Прохоровском поле, специальная судьба человечества. 12 июля куряне вспоминали подвиг советских солдат, выстоявших на полях сражений против немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге. Шанс на спасение Курянин готов смастерить протезы для раненого косуленка. Новые площади, новые возможности В этом году мы планируем завершить все демонтажные работы. Ну, вы как видите, фактически по улице мы все пристройки демонтировали. Что будет в реконструированном здании бывшей мужской гимназии? На старт, внимание, уборочное. Вот он, хлеб, вот он урожай 22-го года. Будем надеяться, погода нам благоволит. Курские аграрии планируют побить прошлогодний рекорд по собранному урожаю зерна. Что нужно сделать, чтобы улицы Курска стали такими же чистыми, как в Белоруссии? Как будут поступать с запущенными дронами? Когда завершится реконструкция теплосетей на Ленина? Эти и другие вопросы обсудили на главной планерке региона. Ее провел губернатор Роман Старовойт. Выходные в области прошли спокойно. В приграничных районах продолжаются восстановительные работы после обстрелов. Курирует работу оперативный штаб. Его возглавляет замгубернатор Алексей Дедов. Всего с начала военной операции отремонтировано 57 частных домов, 19 новоквартирных домов, один магазин, установлено 222 пластиковых окта, смонтировано 520 метров забора, 250 квадратных метров фасада. В Курске общественные пространства закрепят за подразделениями администрации, чтобы следить за чистотой. По такому принципу работают коллеги из Республики Беларусь. В нашем регионе похожая практика применяется в Курчатове. Эксперимент попробуют провести и в областном центре. Мы на постоянной основе в течение круглого года, не только по субботникам, а каждый день отвечали за благоустройство конкретной территории. И мне видится, если куряне увидят улучшение в этой части, то подтянется к нам и бизнес, и предприятие Курской области, и мы сможем навести такой же порядок и такую же красоту, которой мы удивляемся в Беларуси. Реконструкция теплосетей на Ленина будет долгой, но масштабной. Автомобилисты жалуются на пробки. Роман Стравоид попросил отнестись к ситуации с пониманием. Работы продолжатся и в следующем году. Не проводя такие масштабные работы, мы просто под угрозу ставим все теплоснабжение центральной части города Курска. Почти 30 лет не менялись там трубы. Запускать дроны в регионе категорически не рекомендуют. Аппарат могут принудительно посадить, а силовики уточняют цель запуска у владельца. В условиях спецоперации куряне стали бдительнее. 83 звонка за прошлую неделю поступило, по 57 БПЛА. Все звонки со временем были перенаправлены в Министерство обороны, все отработаны в полном объеме. В следующем году в Курске капитально отремонтируют спортшколу «Спартак». По словам главы региона, учреждению необходима перезагрузка. Область поможет с финансированием на содержание. Бокс, танцы, волейбол, другие виды спорта фактически задействованы. Причем сейчас, в отличие от прошлых лет, за аренду спортсмены не платят. Это за счет госзадания выполняется. Проект начнут разрабатывать уже в этом году. Битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. 12 июля была 79-я годовщина начала советской наступательной операции против немецко-фашистских захватчиков на северном фасе Курской дуги. О Великом сражении вспоминали на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269». Торжественные мероприятия прошли и в соседней Белгородской области под Прохоровкой. Их подвиг не забыт. Он навсегда останется в сердцах потомков. Ежегодно 12 июля на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» проходит торжественный митинг. 79 лет назад на этих холмах состоялось кровавое и жестокое сражение, изменившее судьбу народов и ход войны. «Только здесь было сосредоточено 12 немецких дивизий. Шесть из них танковые. Всего на северном фасе фашистских дивизий было более 50 миллионов человек солдат. Только здесь погибло наших бойцов более 40 тысяч. 34 из них достойны звания Героя Советского Союза». 29 из них – молодые ребята. На тот момент им не было и 30. «Это были молодые люди. Это были, что называется, плоть от плоти, кровь от крови. Дети вот того поколения, которое за 20 лет до того прошло сначала Первую мировую войну, а потом Гражданскую войну. И вот эти дети фронтовиков во многом, фронтовиков Первой мировой войны, они добыли победу в мировой войне уже Второй». «Когда наши воины, выдержав натяжки германских войск, пошли в наступление 12 июля в сторону Орла. А Пятого, вы знаете, Августа Орел и Белгород были освобождены». В память о страшных событиях на мемориальном комплексе прошла архиерейская служба и возложение венков и цветов к поклонному кресту. О подвигах своих предков не забывают и юнормейцы. «Проводим для себя уроки истории, вспоминаем исторические события, которые происходили. Также мы проводим военно-патриотические мероприятия в нашем городе, помогаем ДК нашему, выступаем очень часто. Также какие-то спортивные мероприятия проводим, например, стрельбу». Грандиозная танковая баталия. 79 лет назад произошло крупнейшее сражение на Прохоровском поле, где сошлись более тысячи бронированных машин. Советским солдатам удалось остановить наступление противника и разгромить ударную гитлеровскую группировку. Это был переломный момент войны. «79 лет назад, только выстояв в ожесточенных боях и обломав зубы фашистам в полырях и здесь, на Прохоровском поле, писалась судьба человечества. Потому что только после победы в пульской битве советские войска видели наступательные бои. Здесь начиналась великая победа». Со значимой датой гостей праздничного мероприятия поздравил народный артист РСФСР Лев Лещенко. «На я, родная, родная земля, Полуны и райны, леса и хоря, И доброй судьбою на счастье дала, Одна ты на свете и в сердце одна». Тем временем куряне продолжают поддерживать российских солдат, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. К местам их дислокации вновь отправили гуманитарную помощь. Оборудование закупили более чем на 3 миллиона рублей. В сборах пожертвований участвовали администрация области и спорткомитет. Колонна с гуманитарным грузом двигалась из Пскова с остановками в разных городах. Военнослужащие получили радиостанции, квадрокоптеры, тепловизоры, медикаменты, форменную одежду, тактическую обувь и другое. «Я знаю, что там очень важна эта помощь. И от ребят они никогда ничего толком не просят. То есть мы уже заставляем писать, говорим, пацаны, что вам надо в этот раз, что вам надо в этот раз. И они пишут, обратная связь есть». Российским военным, который сейчас находится на передовой, поддержка из дома поступает регулярно. Это уже восьмая подобная отправка. Первые случаи оспы обезьян зафиксировали в России. Ей заболел молодой человек, который недавно вернулся из Европы. На сегодня заболевшие есть почти в шести десятках стран. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Не отступает и коронавирус. Осенью специалисты ожидают рост заболеваемости и, безусловно, готовятся к этому. Сейчас обстановка в области стабильная. В день фиксируется 25-30 случаев заболевания ковида. Это самые низкие показатели с начала пандемии. Однако уже в сентябре врачи прогнозируют новую вспышку. Вакцинация от COVID-19 – лучший способ обезопасить себя и своих близких. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы подготовиться к возможной подъему, к возможной новой волне коронавирусной инфекции. То есть, когда вирус циркулирует минимально, когда минимальный риск распространения инфекции, в этот период наиболее благоприятно сделать вакцину. В Курск скоро поступит назальная вакцина. От коронавируса заказали около 100 тысяч специальных насадок. Сейчас на территории области доступна только двухкомпонентная инъекция «Спутник ВИМ». Пройти вакцинацию можно в поликлиниках или в торгово-развлекательном центре «Мегагрин». По мере необходимости будут открываться и другие пункты вакцинации. Усиленный контроль на суше и под водой. Курские спасатели регулярно проводят рейды, а водолазы тщательно обследуют дно местных водоемов. Однако куряне продолжают тонуть. В очередное патрулирование с сотрудниками аварийно-спасательной службы отправилась и наша съемочная группа. Сегодня в Курске пасмурно, поэтому отдыхающих на пляжах практически нет. Однако специалисты аварийно-спасательной службы дежурят в любую погоду. Особое внимание во время рейдов уделяют детям без сопровождения взрослых, гражданам в нетрезвом виде и всем, кто нарушает правила безопасного отдыха. Есть люди, выпившие, они постоянно на природе отдыхают, у них нет плохой погоды, в воду лезут. Есть люди, которые не соблюдают меры безопасности, выходят на плавсредствах без спасательных жилетов. Дети без спасательных жилетов предупреждаем, просим, чтобы одели детей. Работа спасателей отточена на земле и под водой. Водолазы находятся в постоянной готовности, а во время тренировочных спусков не только отрабатывают профессиональные навыки, но и проверяют дно на наличие опасного мусора. Сейчас будем проводить тренировочные спуски для целой профилактики, подводно-технических работ для осмотра дна рельефа под водой. Водолаз как космонавт работает в очень сложных условиях. Плохая видимость, перепады давления, да еще и вес. Снаряжение доходит до 60-70 килограммов. Баллон весит 23 килограмма, плюс одеваются дополнительно груза, так как баллона не хватает, костюм выталкивают на поверхность. И это далеко не все сложности. Место на воде, где утонул человек, определить крайне непросто. А поиск пострадавшего может занять несколько часов. Шансы найти человека живым тают с каждой минутой. Независимый, это оборудованный пляж, необорудованный. Спасатель не вездесущий. Он не всегда может следить за всеми. Одевание костюма занимает порядка где-то 10 минут. Это если очень быстро одеть. И, как правило, люди в панике показывают не те места, где человек утонул. Купальный сезон в самом разгаре. И чтобы не превратить летний отдых в трагедию, спасатели убедительно просят помнить о правилах безопасности. Ну а подробнее о мерах предотвращения трагедии на воде и работе спасателей в летний период поговорим с начальником Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области Виталием Сафранковым. Сегодня он гость нашей студии. Виталий Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. А ну в разгаре летний сезон, купальный сезон. Какова обстановка на сегодня на Курских водоемах? Знаешь, что трагедии, к сожалению, избежать уже не удалось. Да, к сожалению, это так. Лето, оно подошло практически к своему экватору. Купальный сезон в полном разгаре. Но повода для оптимизма у нас особого нет. За сезон, за купальный, погибло 9 человек. Из них, к сожалению, 3 ребенка. То есть, произошло 9 трагедий. Какие основные причины все-таки вот таких случаев? Все случаи – это купание в необорудованных местах. У детей основными причинами является, конечно, отсутствие надзора со стороны родителей, неумение плавать, купание в необорудованных местах. У взрослых, к сожалению, употребление спиртных напитков, недооценка, не расчет своих сил, ну и болезненное состояние, которое они тоже не принимают во внимание. Давайте напомним нашим телезрителям основные правила безопасного поведения на водоемах, в прибрежной зоне, и в том числе с несовершеннолетними. Да, конечно. Правила все, они определяются здравым смыслом. Я бы хотел сказать следующее. Вода – это агрессивная для любого человека, достаточно агрессивная среда. Для подавляющего большинства людей. Поэтому, ну, не лишним будет, уходя на водные объекты, посмотреть в сети основные правила поведения. Там много картинок простых и доходчивых. Сейчас остались вкратце на них. Самое основное – это, конечно же, избегать употребления алкогольных напитков, расценивать и определять правильно свои, рассчитывать силы, находясь на берегу. Не перегреваться, не переохлаждаться, не купаться в необорудованных местах. Это самое главное. Детей не оставлять без спорта ни в коем случае. Совсем недавно трагедия произошла на море. Там гидроцикл врезался в людей на так называемые таблетки. Вот как в нашем регионе регулируется использование таких, скажем, необычных водных видов транспорта? Для предотвращения таких случаев, соответствующие нормативными актами Курской области, установлены скоростные пределы движения маломерных судов и гидроциклов на Ладе. Это вблизи населенных пунктов 15 километров, вблизи пляжей, там, где купаются люди, где 10 километров ненаселенных пунктов, не более 30 километров в час скорость движения. Ну и хорошее правило для всех владельцев гидроциклов, маломерных судов, находясь рядом с акваторией пляжа, снизить свою скорость до минимальной, сохраняя управляемость маломерным судом и гидроциклом, дабы не совершить вот таких вот страшных происшествий. Я знаю, что в Курской области составлен целый список мест, где, к сожалению, произошли трагедии. Какие меры предприняты, чтобы такого больше не повторялось? На учет муниципальных оборудований в Курской области поставлено на учет порядка 240 мест не оборудовано, куда, однако, приходят люди купаться. Создано оперативный групп более 250. Регулярно в выходные и праздничные дни привлекаются в том числе и сотрудники Главного управления ГИМС, ВАСВОД, АСС, муниципальных образований, пожарно-спасательных гарнизонов, которые свободны от вахты, для патрулирования этих мест и разъяснения профилактики. Уже удалено за этот период времени более 1300 детей, находящихся на таких местах без сопровождения взрослых. Составлено 23 протокола за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Напоминаю, что нельзя находиться на водных объектах детям до 14 лет без сопровождения взрослых. Нельзя окупаться в необорудованных местах. Административная ответственность до 1000 рублей. Составлено сотрудниками внутренних дел более 250 протоколов за нахождение в нетрезвом состоянии водных объектов. Данные люди тоже были удалены с водных объектов. А что делать, если увидели тонущего человека в первую очередь? Понятно, волнение, с ним нужно справиться. Следующий шаг? Оценить свои силы. Позвать людей на помощь, находящихся рядом. Успокоить по возможности этого человека, который находится в такой ситуации сложной. Далее принять меры для спасения. Если человек находится в сознании, очень опасаться этого. Потому что человек, потеряв собладание, может потащить на дно и того, кто спасает. А людей рядом, если нет. В таких случаях подплыть сзади к нему. Аккуратно взять подмышки. Либо за волосы, боксировать к берегу. Если человек находится без сознания, вытащить на берег и не без промедлений. Первые меры спасения. Дыхание искусственное. Массаж непрямое сердце прямыми руками. Пять качков на сердце. Один вдох. Многие любят прокатиться на реке на лодке. И вот обязательно ли в этом случае надевать спасательные жилеты, даже если умеете плавать? Обязательно. Соответственно, новоативными актами установлена ответственность владельцев маломерных судов за наличие на маломерных судах без спасательных жилетов. Обязательно. И сотрудники ГИМС, находясь на патрулировании, в обязательном порядке проверяют выполнение этого требования. А если обнаружат людей, у которых нет спасательных жилетов, что делают в этом случае? Административная ответственность грозит в таком случае штраф до 300 рублей. Виталий Эдуардович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Надеемся, что телезрители услышат те рекомендации, которые мы им дали, не допустят трагедии на воде. Спасибо большое. До свидания. До свидания. В Курской области первые комбайны вышли на поля. В этом году зерновой клин составил около 1 миллиона гектаров. Официальный старт уборочной кампании дали на неделе в Горшеченском районе. Здесь во время рабочего визита губернатор Роман Старовойт осмотрел поля, причем лично за рулем сельхозтехники. На поля одного из передовых хозяйств Горшеченского района уже вышли комбайны. На следующей неделе к жатве подключатся остальные аграрии. Впереди большая работа. Предстоит собрать зерно с площади более 1 миллиона гектаров. Урожай ждут лучше, чем в прошлом году. И в целом за последние годы в регионе отмечается рост экономической эффективности агропромышленного комплекса. У нас не только выращиваются зерновые, но мы их перерабатываем, производим комбикорм, у нас выращивается мясо, производится уже глубокая переработка продукции агропромышленного комплекса. И все это предоставляется не только на рынок Курской области, но и в целом нашей страны. И экспортная составляющая у нас довольно большая. В этом году для успешного проведения уборочной кампании есть все необходимое. На сезонные полевые работы курские растеневоды получили более 5 миллиардов рублей господдержки. Кроме того, в поля выйдет мощная техника. К работе готовы почти 3000 комбайнов. Дополнительно закупили 70 новых. Глава региона лично сел за штурвал одного из них. Ручное управление, как джойстик, как игрушка на самом деле. Но ощущается, что все-таки мощная машина, подсказок много, много электроники. Но, конечно, Михаил Анатольевич поделился такими несколькими секретами. Конечно, больше 20 лет за рулем комбайна. И все равно нужно чувствовать это, потому что это живая история. Вот он хлеб, вот он урожай 2022 года. Будем надеяться, погода нам благоволит. Только лишь в одном из хозяйств Горшеченского района предстоит обмолоть зерновые и зернобобовые с площади более 6000 гектаров. Второй год здесь собирают пшеницу сорта Туранус, которая дает богатый урожай. О первых результатах говорить пока рано. Уборочная в самом начале. Однако прогнозы на воловой сбор в этом году внушительные. Хотелось бы отметить, что проведенный яровой сев, хорошая перезимовка озимых культур, позволяет нам говорить о том, что мы получим более 5 миллионов тонн зерна в текущем году. Значит, в этом году озимая пшеница с весны хорошо была раскущена. Сложились хорошие погодные условия. Я думаю, в этом году урожай будет неплохой. После осмотра полей в Горшеченском районе прошел семинар, посвященный началу уборочной кампании. С главами районов обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса региона. Также прошло награждение лучших аграриев. Курский детинец продолжает преображаться. В областном центре реконструируют здание бывшей мужской гимназии на улице Луначарского, где разместятся областной краеведческий музей и смотровая площадка с видом на город, пока строители занимаются демонтажными работами. С проверкой там побывал губернатор Роман Старовойт. Уже больше трех месяцев в самом центре города ежедневно трудятся строители. Куряне давно недоумевали, почему некогда красивое и величественное здание пришло в запустение. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Скоро здесь разместится областной краеведческий музей. В этом году мы планируем завершить все демонтажные работы. Ну, вы как видите, фактически по улице мы все пристройки демонтировали. Также идет демонтаж внутри здания. Фактически мы сносим порядка 1400 квадратных метров тех помещений, которые были построены, пристроены к этому зданию для нужд завода. Заменить предстоит все – от кровли до фасада. А проектными решениями предусматривается воссоздание утраченных элементов, имеющих историческую ценность – оконных и дверных проемов. Роман Старовойт отметил, что после реконструкции здание заслуженно станет узнаваемым символом Курска. Мы с вами не видели почти 70 лет. Куряне не могли видеть, что находится внутри так называемого детинца и что находится внутри этого здания. Фасад и снаружной, и внутренней стороны здания был обезображен дополнительными пристройками. Например, вот за моей спиной мы сейчас видим – это главный вход. Благодаря переезду выставочные площади музея увеличатся в 3,5 раза. Это позволит показать посетителям уникальные предметы, которые сейчас хранятся в фондах. В городских парках теперь можно будет эстетично перекусить. Из Санкт-Петербурга в областной центр доставили 4 фудтрака. Уютные кухни на колесах брондируют курской символикой и установят в общественных местах. Один из фургончиков стоимостью более миллиона рублей планируют установить в новом сквере «Молодежный» на проспекте Клыково. В мобильном ресторане есть все условия для приготовления вкусного фастфуда. Мы вас приглашаем первыми посмотреть изнутри, как выглядят фудтраки. Еще ни одна нога предпринимателя не вступала туда. Пойдемте посмотрим. Действительно сертифицированное оборудование, вытяжки, вода, где можно помыть руки, можно поставить холодильное оборудование и оборудование для производственных нужд. Фудтраки передадут в аренду предпринимателям. Пока все в защитной заводской пленке. Прорабатывается меню и места установки. Кухни на колесах начнут работу в ближайшее время. Их планируют также привлекать на ярмарки и другие массовые мероприятия. Трогательная история про косуленка Косио получила продолжение. Напомним, малыш потерял две лапки после встречи с косилкой. К полюбившемуся курянам животному приехал техник-протезист, который решил бесплатно помочь зверьку. Вместе с врачом проведать Косио отправилась и наша съемочная группа. Сейчас Кося живет на куниферме в Рыльском районе. Уже успел стать членом семьи. Малыш каждый день радует домочадцев. Мы с сестрами играем, а он видит, как мы играем. И идет к нам ковыляет. Я к нему подхожу, он пищит и мне становится его жалко. Я беру его на ручки и играю с ним. Так вот глашу и играю. Новый дом Коси полон животных. Кошки, ежики и даже крыса. Но не только лучшим другом, но и защитником ему стал той интерьер по кличке Колбик. Хозяева делятся. Когда узнали, что врач найден, а Кося вновь сможет ходить, были счастливы. Я говорю, какое счастье. Говорю, Коси, теперь ты будешь бегать. А то ему так хочется ходить. А ножки ему не дают, потому что они параллельные, видите. И он не может одной стороной вообще ходить. Он ползает. И ему очень тяжело. Увидев пост о Косе в социальных сетях, техник-протезист Анатолий Шевченко решил помочь, не раздумывая. Мужчина приехал за сотню километров, чтобы сделать малышу слепки для будущих протезов. Животному понадобилось время, чтобы привыкнуть к врачу. В этом ему помогали любящие хозяева. Попробую из гипса повторить форму культ оставшихся конечностей. Попробую сделать максимально легкие и удобные протезы. Я не знаю, возможно, придется сделать сотню разных вариантов, потому что я с таким не сталкивался и посоветоваться мне не с кем. Поэтому на полной импровизации будем пытаться это все делать. Бывает же, как это, Халисия, мать дракона, а то я мать теперь косуленка. Жалко, конечно, его в природу, он больше не пойдет, потому что он не сможет выжить. Ну, представляете, охотник идет, стадо бежит, по высокой траве, надо ноги сгибать, высоко прыгать, выпрыгивать. Ну, понятно, что его сразу застрелят. И удивятся, скажут, как только с протезами. Поэтому придется ему жить с нами. После примерки Анатолий отправился в Курск работать над новыми протезами, а Кося – обедать.